Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Нино Розебашвили, я рада приветствовать вас на своем YouTube-канале. Не забудьте, пожалуйста, подписаться, поставить лайк или написать комментарий вашему вниманию, разговор с активисткой-журналисткой Александрой Гарможаповой. Привет, Саша, и спасибо огромное, что нашла для меня время. Тебя не так давно признали иноагентом, потом завели уголовное дело против тебя. Фонд, который ты соосновала, также был признан нежелательным. Могла ли ты подумать, что твоя жизнь в какой-то момент будет выглядеть именно так? Я хотела немножко поправить. Привет, Нино. Фонд наш признали иностранным агентом, пока все-таки не нежелательной организацией, но я думаю, что мы близки. Могла ли я предположить, что моя жизнь так интересно повернется? Мне кажется, могла, потому что я участвовала в деятельности молодежного яблока и движения обороны со 16 лет, со школы. И я помню, что в 16 лет я прогуливала уроки. И мы ходили к зданию УФСБ по Петербургу и Ленинградской области и скандировали «Пусть народ живет хреново, зато счастлив Путин Вова, главный враг в своей стране, главный враг живет в Кремле». И если тогда эти кричалки казались довольно наивными, то сегодня мы видим, что и 16-летние подростки видели, к чему все идет. И сегодня мы наблюдаем то, что наблюдаем, к сожалению. В какой момент в 16-летнем подростке просыпается вот это чувство? Не каждый в 16 лет ходит и кричит политические лозунги. Здесь надо, наверное, оговориться, что все-таки наши с тобой 16 лет пришлись на более свободное время. И представить сейчас, что когда-то то, что было в нашем прошлом, в принципе, было возможно довольно сложно. Но в 16 лет откуда в тебе была такая политическая сознательность? Мне кажется, просто с детства я как-то интересовалась политикой. Хотя я не любила, когда мой дедушка смотрел новости. Я закрывала прям ему обзор и не хотела, чтобы он отвлекался от общения со мной и смотрел новости. Но, видимо, как-то это с детства шло параллельно. И есть кадры, когда мне лет, по-моему, 9. И я стою в розовых спущенных колготках и рассуждаю о перспективах Григория Явлинского, Геннадия Зюганова и Жириновского на грядущих выборах. И изображаю новости. Вот мне там лет 9. И потом я поступала, например, на малый журфак. Это при Санкт-Петербургском государственном университете. Подростки могли начать осваивать профессию журналиста. И нужно было писать вступительное эссе. И мое вступительное эссе было посвящено войне в Чечне и делу ЮКОСа. В частности, о судьбе Михаила Борисовича Ходорковского. И меня с этим эссе приняли на бюджетное отделение малого журфака. Что было, на самом деле, очень здорово. И непосредственно политическая, мне кажется, активность у меня началась после убийства антифашиста Тимура Кочаравы. Его убили 13 ноября 2005 года. Он получил ножевые удары и, в общем, скончался на месте. Это случилось на Лиговском проспекте в Петербурге, прямо в центре города. И я пришла на акцию памяти, по-моему, на девятый день после его убийства. И там были активисты «Молодежного яблока», которые раздавали свои листовки. И я поняла, что они мыслят примерно так же, как и я. И уже 23 декабря 2005 года я пришла впервые в офис «Молодежного яблока». Это было тогда по адресу, по-моему, Маяковского, 46, даже помню, в Петербурге. И мне при вступлении в «Молодежное яблоко» выдали книжку Оруэлла 1984. Скажи, эта книжка у тебя сейчас под рукой где-нибудь? Она в Петербурге, но да, есть. Её тогда издали отдельным тиражом «Молодежное яблоко». Как ты думаешь, ты когда-нибудь вернёшься в Петербург? Поддержишь ещё в руках эту книжку? Я думаю, да. И как скоро это может произойти? Ну, я не думаю, что это будет в течение года-двух, но это точно будет раньше, чем через 10 лет. Не самый пессимистичный прогноз, скажем так, во всяком случае, пока из сегодняшней точки. Расскажи, что говорили про твоё обучение в университете. Я же правильно помню, что Ольга Скобеева где-то рядом была в этот момент? Она училась на два курса стажирования. Приходилось ли тебе с ней общаться, пересекаться с ней? Что ты о ней слышала? Я слышала о ней, что она была неформалом, довольно часто зависала в курилках с ровесниками и не производила впечатления будущего пропагандиста. А сама я наблюдала за ней со стороны в том плане, что в тот момент она была гордостью факультета. Её изображение висело на доске почёта, поскольку она уже в тот момент работала на ВГТРК. Это было очень почётно. И она была потанинским стипендиантом. Это я точно помню. Ты, как человек, неравнодушный и правильно представляющий, как должно быть всё устроено. Когда ты сталкиваешься с такими людьми, как Ольга Скобеева, ты понимаешь, что ими движет? Как в одном пространстве могли сосуществовать ты и Ольга Скобеева люди, у которых по итогу такие разные биографии? Я тебе больше скажу. Вот, например, у нас была преподавательница Алла Николаевна Тепляшина, которая очень активно критиковала Леонида Парфёнова. Мы очень часто у неё спрашивали про Леонида Парфёнова, поскольку он также закончил наш факультет. И она говорила, что вообще-то он был лодырем, и слишком много о нём всех говорят. То есть довольно так презрительно. И потом выяснилось, что Алла Тепляшина и Парфёнов, и нынешний вице-спикер парламента Петербурга, бывший декан журфака Марина Анатольевна Шишкина, мой бывший главный редактор «Новой газеты в Петербурге» Диана Качалова, все эти четыре человека учились на одном курсе. К чему я вспомнила? Сегодня Алла Тепляшина выступает экспертом по делам о фейках о российской армии со стороны обвинений. И вот получилось так, что Парфёнов учился на факультете с преподавателем, которое сегодня способствует тому, что людей сажают по политическим статьям. Жизнь — очень непредсказуемая штука, и невозможно заранее предсказать, кто окажется, по какую сторону баррикад. Поэтому я бы не назвала ситуацию со Скобеевой какой-то нестандартной. Это как раз стандартная жизненная история. Люди выбирают и иногда делают такой людоедский выбор. Честно говоря, такое ощущение, что ты в Хогварте училась, где четыре разных факультета, люди с разными какими-то ценностями. Но, понимаешь, мне внутренне очень хочется с этим поспорить. Всё-таки выбор, который делают условные Ольга Скобеева и компания, он же очень морально тяжёлый должен быть по итогу. Я понимаю, что в моменте может быть легко лететь просто по карьерной лестнице, получать все плюсы от такой красивой и интересной жизни, но по итогу ты же подходишь к чему-то, не знаю, в свои условно 40, 50, 60, в зависимости от того, кто когда подводит итоги. Ты можешь себе внутренне объяснить, как они успокаивают этот голос совести внутри? Или это люди просто рождённые без совести? Вот твоя бывшая преподавательница. Она правда такая, какой её видят люди, читающие новости? Или это какое-то двоемыслие, которое стало частью их внутреннего кода? Такой интересный вопрос. Я часто слышала, что люди, делающие подобный выбор, они оправдывают это тем, что они за малые дела. То есть я на публике, например, говорю так, но на самом деле я немножко занимаюсь благотворительностью и приношу пользу людям. Вот такой подход мне известен. Но при этом я знаю, что есть люди, которые часто говорят, да, это моя работа, это просто работа. И когда ты им объясняешь, что твоя просто работа, она влечёт очень большие непросто последствия, впоследствии, люди от этого закрываются, потому что им неприятно слышать правду. Каждый человек психологически хочет думать, что он хороший. И я уверена, что Ольга Скобеева тоже сидит и по вечерам думает, что она в принципе хороший человек, что она сегодня выступает за Россию. Самое главное — себя в этом убедить. И мне кажется, что пропагандисты успешно с этим справляются, но не до конца. Вот когда мы видим срывы того же Владимира Соловьёва в прямых эфирах, это свидетельствует о том, что человек психологически не до конца успокоился, потому что человек, который чувствует себя уверенно на той базе, на которой он стоит, он не будет так эмоционально реагировать на минимальные какие-то тычки в свою сторону. Поэтому это такой очень сложный момент. Но что касается меня, например, у меня было достаточно возможностей для того, чтобы тоже продвинуться по карьерной лестнице. Благо у меня были возможности, когда меня звали и в молодёжный парламент Петербурга, и в молодёжное правительство, и помощником ко многим, и чиновникам, и депутатам. Но я всегда говорила «нет», про выбор, потому что я чувствовала, что я не смогу приносить на этом посту пользу. Но я это вижу так. Люди, возможно, видели это иначе. Но очень большой тут отрыв между тем, как ты видел это так или иначе до 24 февраля 2022 года, и то, как ты сегодня это видишь после 24 февраля 2022 года. После 24 февраля это уже вопрос не просто выбора. Это вопрос людоед ты или человек. Это всё. Но ты тоже, знаешь, как будто бы людоедом можно быть по привычке, и люди, у которых десятилетиями проходило через определённую трансформацию, их внутреннее чувство прекрасного, у каждого этот орган как-то по-своему называется, они, может, даже и не очень понимают, что они людоеды. Но они же не стреляют, а те, кто стреляет, говорят, «Ну я же не вижу, может, я не попадаю». Поэтому, мне кажется, эту границу можно отодвигать от себя бесконечно далеко. Но тут я как раз хотела бы тебя спросить тоже немножечко о людях, которые тебя окружали как минимум, просто хотя бы присутствуя среди твоих знакомых. Скажу, что у меня долгое время в моем guilty pleasure было заходить к тебе в Facebook, потому что там каждый раз были очень развернутые интересные посты. Но больше всего мне, конечно, нравилось читать комментарии, потому что в этих комментариях кто только не появлялся, кто-то всплывал в зависимости от своих каких-то маратных качеств. Условно, первый, кто приходит в голову, сын Бориса Грызлова, если я не ошибаюсь. С другой стороны, тот же Борис Вишневский тоже, насколько я понимаю, твой хороший знакомый тоже, вот люди, которые находятся на абсолютно разных концах спектра. Как ты выстраиваешь и выстраивал ли раньше, не знаю, как сейчас, вот эти дружеские или человеческие отношения с такими разными людьми? Была ли для тебя какая-то граница или какая-то разница? С чего начиналось твое знакомство с иногда не очень однозначными персонажами? Я всё-таки свою задачу часто видела в том, чтобы быть мостиком между разными флангами, между разными берегами. И я считала правильным, если эти люди даже, например, на моей странице смогут дискутировать и объяснять развернутую конструктивную свою позицию. То есть я всегда была против ненависти, против каких-то не очень джентльменских поступков с разных сторон, то, что очень любит Владимир Путин. Я считала, что это меня отличает от Владимира Путина. Что касается того, как выстраивалась работа и общение с разными людьми, опять же, до 24 февраля я придерживалась позиции, что человеческое выше общественного. То есть есть момент, что конкретно для тебя человек делал хорошее. Что касается того, что он делал для общества, ты вроде как и не знаешь на 100% так это или нет, потому что СМИ пишут разное. Но после 24 февраля все вынуждены были определиться. «Ты на белой стороне или ты на черной стороне?» Что касается непосредственно Дмитрия Борисовича Грызлова, то мы с ним познакомились больше 14 лет назад, когда я была студенткой Санкт-Петербургского государственного университета. Все-таки нужно понимать, что помимо моей профессиональной деятельности, все-таки факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, он никогда не был просто факультетом. Как ты заметила, что это вроде как Хогвартс, но на самом деле это в принципе факультет, на котором учились дети из хороших семей. И так складывалось, что действительно, если вы учитесь на хороших факультетах, если вы находитесь примерно плюс-минус в одних и тех же кругах, то вы так или иначе пересекаетесь. Это была наша юношеская реальность. И с Грызловым мы познакомились, вот когда его отец еще был спикером Госдумы. И была очень интересная история, что я как журналист написала о аукционе благотворительном якобы, на котором пел Владимир Путин, и на котором собирали деньги детям с онкологией. Как потом выяснилось, после этого аукциона деньги собраны были, этим занимался Владимир Киселев, отец нынче очень популярного певца Юркиса. Деньги собраны были, а до детей не дошли. И в том числе, что деньги собирались, а Киселев утверждал, что деньги так и не собирались, мне сказал об этом Дмитрий Грызлов. Я его анонимно процитировала в своем расследовании. Естественно, Киселев впадал на меня в суд. И требовал он с меня миллион за дефомацию и дезинформацию. По-моему, он был оскорблением, как это называлось, защита чести и достоинства. Иск он подал ко мне соответствующий. Я думаю, что удивление у адвокатов Владимира Киселева и у судьи было, когда мы вызвали в качестве свидетеля, у нас было ходатайство соответствующее, Дмитрия Борисовича Грызлов. Дмитрий Борисович зашел в зал заседания, представился и сказал о том, что он будет свидетельствовать его в мою пользу. И он действительно сказал о том, что эта информация достоверная, что он видел собственными глазами передачу средств, и что в своем материале я не допустила никакой дезинформации. И нужно ли говорить, что иск был отклонен Киселева, и, в общем-то, мне не пришлось платить миллион не самому честному человеку. Такая была история. История, на самом деле, очень такая позитивная, особенно вот когда в красках себе это представляешь, открываются двери, заходят, кто бы мог подумать. Но сейчас, насколько, опять же, я могу вспомнить, ваше отношение тоже немножечко изменилось, если я правильно понимаю все, что выносится в паблик. У нас сложные отношения, скажем так, потому что мне сложно в том плане, что я все-таки считаю себя человеком благодарным. И я считаю, что он в тот момент был не обязан приходить в суд. Я считаю, что он за все время нашего знакомства с ним не делал для меня чего-то плохого. И, наверное, мне было бы легче, если бы Дмитрий Борисович сделал мне какую-нибудь такую пакость, которую бы я от него не ожидала. И тогда бы я сказала, да, он плохой человек, и нужно сжечь его на костре как предателя. Но получилось так, что за 14 лет он мне не сделал ничего плохого. При этом, что политически мы с ним очень расходимся, взгляды у нас прямо противоположные. Но вот так сложилась эта жизнь. Скажи, я правильно понимаю, что ты воспринимаешь людей в первую очередь через такую человеческую призму ваших личных отношений? И только потом идёт вот этот политический шлейф или шлейф из каких-то там других дел и заслуг. Просто в последнее время очень много было разговоров о допустимой грани компромиссности, о том, где можно идти навстречу. Как ты для себя определяешь условно, кто рукопожатный, а кто нет? Долгое время я определяла для себя рукопожатным того человека, которому я могу позвонить в три часа ночи и сказать, что у меня проблема, мне нужна помощь. И это не было связано с политической окрашенностью того или иного человека. Это мог быть и Борис Вишневский, который придерживается либеральных взглядов. Борис Вишневский — это не просто мой знакомый, он человек, который меня действительно опекал и оберегал много лет. Это мой учитель, мой наставник. Такая же ситуация с Дианой Качаловой, моим главным редактором из Петербургской «Новой газеты», которая мне как мать. И такая же ситуация, как бы сегодня это странно и не звучало, но вице-спикер Петербургского парламента, мой бывший декан Марина Анатольевна Шишкина, это тоже человек, который мне является в профессиональном плане матерью. и так сложилось в жизни, что меня опекало, оберегало и заботилось очень много разных людей. Поэтому я всегда говорю о том, что я не могу не быть благодарной жизни и тем людям, которые встречались на моём пути. Поэтому да, во многом человек для меня более ценен, чем то, что он несёт с собой. Но при этом я стараюсь дискутировать с этими людьми, где-то переубеждать. И нет такого, что я бы говорила, я с вами согласна, вы такой классный, и чтобы у меня были хорошие связи. Нет, все эти люди всегда знали, какие у меня взгляды. Они довольно открытые, но вот они такие. При этом, опять же, вот я сейчас назвала вице-спикера Петербургского парламента Марию Анатольевну Шишкину, которая мне была фактически тоже второй матерью в Петербурге. Я у неё дома была неоднократно. Но есть, например, Наташа Арно. Это президент Free Russia. Foundation, нежелательная организация в России, которая мне является де-факто тётей практически. Не кровной, но вот на уровне ощущений это моя как будто родная тётя, которая также меня оберегает, заботится обо мне, и я получаю от неё только хорошие. Это очень разные люди. Ну вот тоже, понимаешь, есть определённые сложности. Из таких очень наглядных примеров я могу вот такую тебе предложить конструкцию. Долгое время, до 24 февраля, условная там граница компромисса или граница договороспособности, можем назвать это так, она была сильно дальше, чем сейчас. И Борис Вишневский, может быть, не конкретно Борис Лазаревич, а вот люди, которые находятся внутри, опять же, условной партии Яблока, они вот считались правильными из вот политического спектра людьми, из тех, кто легализован в этой политике. Но в последнее время, особенно после выступления Григория Явлинского, после вот этих планов Яблока о перемирии, которые, ну, де-факто, если раскладывать ситуацию, можно назвать пропутинским. Как ты для себя оцениваешь этот аргумент? Влияет ли он на твоё отношение к твоим знакомым из партии Яблока? Влияет ли это, в принципе, на твоё отношение к людям, которые поддерживают эту позицию? Ведь когда война, очень сложно сохранять в себе вот эту многополярность. Ты знаешь, я в последнее время об этом думала, когда меня спрашивали, что я думаю о тех или иных антивоенных инициативах, которые одним нравятся, другим не нравятся. Я не читала статьи Григория Алексеевича Явлинского. Я плохо представляю, о чём там речь, потому что, наверное, когда ты очень сосредоточен на своей деятельности и много работаешь для противодействия этой чудовищной совершенно войне, тебе не до каких-либо обсуждений. Я считаю, что если человек стоит, скажем, на базе антивоенной, это уже неплохо. Остальное всё это штрихи к портрету. Поэтому я делаю то, что зависит от меня и стараюсь сделать это хорошо и качественно. Что, не знаю, Леонид Волков подписывает какие-либо письма, какую статью написал Явлинский, нравится белосиний белый флаг кому-то или не нравится. Это уже, мне кажется, не имеет отношения к действительно антивоенной борьбе. Поэтому я стараюсь, скажем, не погружаться в эти разборки. Тогда, мне кажется, самое время поговорить о Free Buretia Foundation и о том, как тебе пришла в голову идея не то чтобы создания движения, но вот это движение наконец-то оформилось. И во многом ты была главным ньюсмейкером от вашего фонда. Расскажи, как ты пришла к этой идее, как твое желание что-то изменить превратилось в действие? Ты знаешь, мне с 2014 года очень не нравился нарратив «Боевые буряты Путина». Я считала его для себя бесконечно оскорбительным, потому что, когда ты участвовал в деятельности «Молодёжного яблока» с 16 лет, фактически с детства, и тебе говорят, что ты боевой бурят Путина. Естественно, это вызывало максимальное отторжение. И мы понимали, что бурят хотят сделать лицом этой войны, что многонациональная Россия борется с нацистами в Украине, и мы должны что-то сделать для того, чтобы заявить свою позицию. И тогда появился наш первый ролик «Буряты против войны». И интересно, что изначально я согласилась поучаствовать просто в зум-встрече, когда ребята с разных концов мира, буряты, обсуждали, что нам предприняли для того, чтобы обозначить, что мы буряты, но мы не путинские буряты, и мы против войны. И я собиралась просто поприсутствовать, но в конечном итоге поняла, что люди не знают, что произносить в этом видео, как оно должно выглядеть, как его продвигать. Это люди были совершенно из разных областей, не связанных с журналистикой, с политтехнологиями. И вот моя попытка отсидеться где-то в углу, просто поучаствовать в этой встрече, она привела к тому, что я сказала, очень важно войну называть войной, мы не можем называть это ни в коем случае спецоперации, очень важно обозначить, что я бурятка, я бурятка, произнести эту фразу, я против войны, и очень важно представиться, то есть, что мы отвечаем за свои слова. И кто-то из ребят сказал, ну отлично, пришли тогда нам ТЗ. В общем-то стало понятно, что этот ролик мы будем с монтажером делать я, и вот появился первый выпуск «Буряты против войны», и мы были рады, что мы можем озвучить свою позицию, и в общем-то далеко идущих планов у нас не было. Но нам тут же стали писать очень активно другие буряты, говорить о том, что мы тоже хотим сняться в этом ролике, потом стали писать буряты из России, из Москвы, из Петербурга, из самой Буряти, что ну наконец-то хоть кто-то сказал, что мы против войны, а то я думал, что я один тут. И стало очевидно, что будем снимать следующие выпуски в рамках кампании «Буряты против войны». Стало очевидно, что кто-то должен вести эту кампанию, выступать в качестве ведущего, открывать эти ролики. И к нам стали обращаться очень много контрактников, как бы кто ни иронизировал, но там действительно были контрактники, которые оказались обманным путем в Украине. И они стали спрашивать, как им расторгнуть контракты, чтобы не участвовать в этой войне. И тогда мы стали искать юристов, связываться с правозащитниками, ну и согласить, что было бы странно, если мы всех призываем к ответственности и говорим, что огромная проблема России в безответственности. И тут мы скажем, ребят, мы хотели снять один ролик, мы, пожалуй, пойдем. Ну было бы уже просто безответственно с нашей стороны так себя вести. И тогда мы решили создать фонд «Свободная Бурятия». Фактически это стало первой этнической антивоенной инициативой. Но у нас не было такого, что мы непосредственно должны стать первыми и показать, что мы первые. Нет, так случилось, что первыми назвали боевых бурят Путина. И нам было на это отвечать. И мы порадовались, что мы такие активные, значит, мы смогли дать отпор. И следующим уже этапом было, что я давала интервью государственному телевидению в Германии. И в тот день я шла с этого интервью и начала думать, что же мне так не нравится в этой аргументации о деноцификации Украины. Что вот меня это так раздражает и триггерит, что я хочу это оформить в текст своей мысли. И ради этого я открыла свой инстаграм, который много лет был закрытым. Ты помнишь? Был действительно закрытым, на него подписано. я открыла свой инстаграм и написала текст о том, что в деноцификации нуждается сама Россия с теми проблемами, которые есть, с расизмом в России, где квартиры до сих пор сдают только славянам, где в любой перепалке бытовой так или иначе звучит аргумент вообще вали в свой Китай или вали в свой Казахстан, Успекистан, куда угодно. и я написала этот пост и легла спать. У меня в тот момент было около тысячи подписчиков, то есть не так много, потому что аккаунт был закрытым много лет. И я просыпаюсь на следующий день и вижу под этим постом пять тысяч лайков. Потом я просыпаюсь еще на следующий день и вижу пятнадцать тысяч лайков. И по-моему это завершилось где-то на около тридцати тысяч лайков. И я поняла, что людям эта тема откликается, что ты озвучил то, о чем думали многие, но тоже не могли сформулировать. И Кремль продолжал напирать на то, что в Украине очень много нацистов, что мы боремся с нацистами. И тогда я запустила кампанию деноцификация России. Просто в сторис у людей спросила ребята, расскажите, сталкивались ли вы с расизмом и ксенофобией в самой России, будучи, например, еще гражданами Российской Федерации. И впоследствии три недели я не спала, потому что по сто, по двести историй приходило в день. И это была боль многих людей. Многие это сравнивали с МИТУ, таким вариантом, связанным с расизмом, потому что люди вспоминали, как с детства они с этим сталкивались, что им говорили учителя, что им говорили одноклассники. Причем для меня самой было удивительно, когда я получала истории от карелов, от муртов, которые, как мне казалось, не сильно отличаются. Это вот опять как мы, каждый живем в своем пузыре, но вот мурты вспоминали, как их называли, вутиаками, если ты говоришь на удмуртском, как уничтожался их язык. Россия же спасала и спасает русский язык в Украине, но мы так увидели, что происходит с языками коренных народов России и как-то так получилось, что следом подтянулись другие активисты, ребята и стали очень популярными этнические движения, чем я горжусь. Знаешь, когда ты рассказывала эту историю, я не то чтобы зацепилась, но мне кажется важным сделать акцент вот как раз на той части, где вы представляетесь, вы называете себя и вы говорите «я бурят». Много было разговоров о том, правильно ли подчеркивать свою национальную идентичность или неправильно, или это вот что-то, что в принципе не должно заслуживать внимания, и ты в первую очередь общаешься с человеком, совершенно неважно, как он выглядит, откуда он и так далее. Много было разговоров вокруг футболок «Я не русский», которые тоже в какой-то момент завирусились, и можно было увидеть много фотографий с такой одеждой в интернете. Кажется ли тебе важным подчеркивать национальную принадлежность, и если да, то почему? Я считаю это важным, потому что если бы внутри самой России народы уважали друг друга, то не случилось бы войны с Украиной, потому что сама по себе вот эта риторика украинского языка не существует, это неудачный диалект русского, Украину вообще создал Владимир Ленин, украинцы — это русские, но неполноценные какие-то русские, это всё неуважение, это шовинизм, это ксенофобия, и это та огромная проблема, которая существует в России на протяжении многих лет. Во-вторых, всё-таки власти сами начали этот разговор, связанный с этнической принадлежностью. Во-первых, война за русский мир. Ну, извините, буряты, калмыки, аварцы и другие, они не русские. И когда вот эта фраза у меня, я её часто с детства встречала, ну, ты же так хорошо говоришь по-русски, ты же выросла среди русских, значит, ты русская. Я говорила, нет, я не русская, зачем мне быть русской, ты же не говоришь, что ты бурят. Я тебя не прошу этого. Потому что, мне кажется, наоборот, это так интересно, когда есть столько разных этносов, столько разных культур, и это то, что нас обогащает. Но вместо этого решили всех унифицировать и сделать средними русскими. И ситуация вот с этими мерчами, нерусские, их создал Алдар Ириндженов, калмык, она же не случайная. Это не так, что он сидел и подумал, хочу создать мерчи с надписью «нерусский, нерусская». Это было связано с тем, что в Калмыкии тогда разместили баннеры, с надписью «я калмык, но сегодня я русский». И поэтому был ответ «я не русский». И опять же, ты помнишь отсылку, это было написано таким шрифтом, с которым раньше писали «я русский». Почему получается, что человек может участвовать в русских маршах, как это делал Дмитрий Рогозин, с надписью «я русский», а если человек говорит «я не хочу быть русским», то это сразу воспринимается как русофобия, как это преподносится. Поэтому мне кажется, что нужно понимать, с чего началась эта война. Война началась именно с категорического неуважения к другим этносам. И по сути украинская история – это продолжение всего того, что происходило на протяжении многих лет в России и ситуация с боевыми бурятами. Откуда пошел этот нарратик? Опять же, он пошел из Кремля. Кремль очень хотел показать, что все буряты – это боевые буряты Путина, они против Украины. При этом мы обращали внимание, что при президенте Ющенко премьером Украины был бурят этнический Юрий Ихануров, и он же был в свое время министром обороны Украины. Сейчас у нас в добровольческом отряде Харте, в Харькове очень активно, Аюна Морозова как раз тоже этническая бурятка, бывший член сборной Украины по водному полу, между прочим. То есть мне кажется, что мы обязаны говорить о том, как важно друг друга уважать. И вот ситуация с бурятами, опять же, по-моему, пропагандист Шейнин, его фамилия, с Первого канала. Есть такой, да. И он, когда Россия вторглась в Украину, он в эфире Первого канала обращался к российским военнослужащим «Работайте, братья!» и отдельно он обратился на бурятском языке. Зачем нужно было отдельно выделять бурят в данном случае? Мне кажется, что Кремль действительно хотел использовать эту карту многонациональной России против украинских нацистов, но по сути получил бумеранг. У меня такое впечатление. Сразу скажу вопрос с подвохом, но тем интереснее. Во-первых, как ты встретила песню шамана «Я русский»? И как бы ты отреагировала, если бы появилась песня там, не знаю, «Я бурят»? Для тебя это было бы допустимым ходом, скажем так? Ты знаешь, если «Я бурят», но при этом не заставляют детей русских или татарских и башкирских петь песню «Я бурят», тогда почему нет? То есть когда мы говорим про русские марши, мы всегда обращаем внимание на то, что участники русских марши потом избивали всех нерусских, кого они находили после своих мероприятий. Но при этом нерусских маршей не было. И участники этих нерусских маршей не догоняли всех русских и не избивали их. То есть вопрос предыстории. Поэтому встретила как песню шамана. песня шамана, она очень, мне кажется, отражает вообще Россию сегодня, ник у человека шаман, но песня «Я русский». Мне кажется, это весь абсурд сегодняшних реалий. но мне еще было грустно из-за этой песни, потому что я очень любила, как шаман все время перепел песню «Танцы на стеклах». И мне очень нравился его голос. И когда я услышала, что он так вписался в такую историю, это было неоднозначно. Но в целом мне в этой песне не нравится не то, что там я русский, пожалуйста, нормально быть русским. Мне не нравится в ней строчки «Всему миру на зло», по-моему, там есть. Там есть «Моя кровь от отца», много всего, на что можно быть. «Всему миру на зло», то есть «Зачем кому-то быть на зло?» Ты русский, ты этим, может быть, гордишься, ну и классно, в чем проблема? Но тут же надо всему миру на зло, то есть это уже идет такая негативная энергетика у этой песни. Вот это мне не близко абсолютно. То есть я всегда за то, чтобы люди вносили свою лепту, свою культуру, но делали это по-доброму, с хорошими мыслями, без насилия, без какого-либо негативного подтекста. В конце февраля Владимир Путин на встрече с ФСБ, вот на этой коллеге, произнес фразу, которая лично меня очень сильно задела, потому что не часто он позволяет себе выражаться именно вот такими категориями, речь про мразей, и вот сейчас просто первая новость, которая находится в поисковике, зачитаю в общих словах Лид. Путин отметил, что попытки расколоть российское общество, используя сепаратизм национализм и подобные им идеологии, участились, и ФСБ должна активнее противостоять всей этой мразе. Под этой мразью можно понимать, мне кажется, примерно всех, кто так или иначе выступает с самых разных позиций, но их объединяет антивоенная позиция, и тебе, как к человеку, который очень заметен, чья работа очень заметна, услышала ли ты угрозу в его словах? Я считаю, что Владимир Путин проводит очень большую работу по раскалыванию Российской Федерации. Президент, который сделал принципом своего правления идею, разделяя власть, он не может принести ничего хорошего. Вот вопрос у меня всегда был. Обвиняли в нацизме и в других негативных проявлениях руководителей Украины. Но, например, несколько лет назад я очень хорошо помню то поздравление с Новым Годом, которое прозвучало из уст Петра Порошенко. Петр Порошенко, когда поздравлял граждан Украины с наступающим Новым Годом, он произнес свой текст на трёх языках. Он сказал на крымско-татарском, на русском и украинском. От Владимира Путина я никогда за 23 года его бесконечного правления не слышала даже попытки произнести речь на языке одного из коренных народов России. Хотя мне кажется, что опять же за время своего бесконечного правления если бы он каждый год хотя бы по 5 языков добавлял в своё поздравление новогоднее, он бы уже почти справился с этой задачей. Но он даже не ставил перед собой такую задачу. Поэтому я считаю, что Владимир Путин это действительно человек, который, к сожалению, не ценит многообразие России и не уважает коренные народы России. Потому что если бы он их уважал и если бы он одинаково воспринимал всех как ценность, то не было бы такого, что у нас языки коренных народов России переведены в разряд факультатива. Не было бы такого, что он переначивает имя президента Казахстана. Не было бы такого, что он опять же коверкает наименование башкирского кафе, если не ошибаюсь. Я запустил кафе башкирского фастфуда Айбат Халя, где изначально я и готовил сам, да и в принципе начинал все с нуля. И благодаря конкурсу мы с Тягостей принесли об этом проекте узнали по всей России. Извините, как называется Айбат Халя? Это Айбат Халя. Я послушаю Айбат Халя, вот. Ну, хороший проект. Мы все с удовольствием присоединимся. Поэтому я думаю, что Владимир Путин в этом выступлении на заседании ФСБ говорил о себе. А тебе не страшно? Нет. Я думаю, что если бы мне было страшно, я бы не делала то, что я делаю. Но тут вопрос. Если делаешь, то делай. Если боишься, то не делай. У тебя не было даже вот секунды сомнений? Ты даже чуть-чуть себя не уговаривала, прежде чем говорить такие сложные, не то чтобы для восприятия, но в целом для принятия, учитывая, что вот эта дискуссия на долгое время была просто заблокирована в русскоязычном пространстве, тебе не было страшно начинать эту дискуссию, начинать её так громко? Нет. Потому что я говорила о наболевшем. А когда ты говоришь о наболевшем, у тебя нет такого, а стоит ли, а понравится это кому-то или нет. Ты говоришь то, что ты чувствуешь. Я росла в Петербурге. Я очень люблю этот город. И я очень благодарна Петербургу за многих людей, которых я встречала и о которых мы с тобой сегодня говорили. И я всегда подчеркивала, что я не сталкивалась с расизмом, ксенофобией ни в школе, ни в университетах. И благодарна максимально своим и одноклассникам, и однокурсникам, и учителям. Но я прекрасно помню минимальные бытовые разборки в банке, в метро или еще где-то, где тебе обязательно указывали вали в свой Узбекистан. Узбекистан это было мое основное направление, почему-то, я не знаю, почему, ничего не имею против этой страны, но тем не менее. И я помню, что после аннексии Крыма был у нас разговор в салоне красоты с одной тоже посетительницей, мы с ней сидели в очереди, и я говорю, что я против аннексии Крыма. И она мне говорит, ну, конечно, вы же не русская. Я прям ожидала эту фразу, естественно, потому что какая еще фраза могла прозвучать от борцов с нацизмом в Украине. Разумеется, такая. И я говорю, ну, вообще-то я гражданка Российской Федерации. То есть ты уже привык все время подчеркивать, что я все равно гражданка Российской Федерации. И тебе часто отвечают, ну, мы знаем, как вы все эти гражданцы покупаете. Ты говоришь, ну, Бурятия, она входит в состав Российской Федерации. И тебе говорят, ну, а что вы ездите сюда? Вот сидели бы у себя там в Бурятии. Я говорю, а мне вот очень нравится. То есть как гордиться одной в шестой суше страны, так это пожалуйста, а как соседствовать с неславянами, так езжай в свою Бурятию. И мне кажется, что это очень важный разговор, и он должен был случиться. Но я очень хочу, чтобы этот разговор был корректным. Для меня это очень важно. Я никогда не позволяю себе таких высказываний, как, например, прозвучали из уст Владимира Путина. И я никогда не скажу о том, что все буряты, они такие прекрасные, а все русские, они такие ужасные. А таких слов от меня тоже никто никогда не дождётся, потому что все люди разные. Представители всех этносов разные. И очень важно сохранить этот баланс, то есть не сваливаться в крайности. И я всегда, когда говорю персонально о себе, то важно избежать, опять же, двух крайностей. Важно избежать синдрома выжившего, потому что, ну как, у меня же всё было хорошо и с образованием, с возможностями, с карьерой в Петербурге. И избегать при этом синдрома жертвы, потому что тогда ты теряешь свою субъектность, добровольно отказываешься от своей субъектности. То есть должна быть золотая середина. И я максимально свою работу вижу в том, чтобы давать, опять же, мостики, о которых я говорила в начале, разным этническим движениям, чтобы они слышали друг друга, чтобы они между собой взаимодействовали. И плюс, опять же, создавать мостик с центром, с оппозиционерами, антивоенными, в том числе, довольно крупными оппозиционными силами из Москвы и из Петербурга, чтобы они слышали, чего хотят этнические активисты. что, например, всех россиян нельзя называть русскими. То есть перед тобой сидит представитель калмыцкого народа, например, татарского, башкирского, бурятского, русского, а ты говоришь, ну мы же все здесь русские люди. Я просто такие моменты наблюдала. Ну нельзя так говорить. Эти люди не называют и не идентифицируют себя как русские. Они просят называть их россиянами. В чём проблема? Так же, как украинцы просили говорить в Украине. А мы говорим, ну у нас же правила такие. Мы говорим на Украине и будем говорить на Украине. Ну это неправильно. Вопрос уважения. Всё-таки если ты понимаешь, что для человека это принципиально важно, то ты попытайся его понять и уступить. Это опять вопрос компромисса и диалога. Скажи, а как ты не скатываешься в обобщение? Часто слышим со всех сторон граждане России ничего не могут. Они сами не борются за себя. Почему мы должны за них бороться? Звучат ли эти вопросы или претензии в твой адрес и как бы ты на них ответила? Я думаю, что когда ты опять же много работаешь и делаешь много полезного, тебе нет этих разговоров. Делают другие достаточно, не делают. Ты настолько заточен на свою деятельность. вы настолько хотите добиться результата и верите в него, что философствовать у себя просто нет времени. Я думаю, что если каждый начнет заниматься минимально антивоенной деятельностью, то мы все сдвинемся с этой мертвой точки. Проблема в том, что не всем хочется работать, но всем хочется поболтать. И вот эти претензии друг к другу, я это воспринимаю как болтовню. Извини за грубость. Что касается того, как мне удается не скатываться в какие-то крайности, это опять очень важно. Я опять же возвращаюсь к этой теме с мостиком. Я родилась в Бурятии, но я выросла в Петербурге. Я очень любила своего дедушку в Бурятии. Я в детстве даже, когда меня спрашивали, кого ты любишь больше всех, я говорила сначала дедушку, потом остальных перечисляла. Это был для меня просто центр мира, мой дедушка. Но переехав в Петербург, у меня был второй названный дедушка Игорь Александрович Возгрин. Это заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор, человек, которому я вот с 7-8 лет до 16, когда мне было 16, к сожалению, умер, я стабильно ходила на все праздники. и он мне стабильно дарил очень хорошие подарки. Они обычно, я его поздравляла с днем рождения, я ему вручала подарок, и он вручал мне в ответ. Его подарок обычно был лучше, чем мой. Но Игорь Александрович Вознан, чем старше я становилась, он мне чаще спрашивал, говорю ли я на бурятском, как у меня мой бурятский, что я должна хотя бы раз в неделю говорить на бурятском. При своих многочисленных регалиях он жил в очень маленькой квартире, полностью заставленной книгами. И поэтому у меня существует восприятие бурятского дедушки и русского дедушки. И для меня эти оба человека одинаково близки и дороги. Поэтому каждый раз, когда меня в какую-то крайность может унести, и я это чувствую, я сразу возвращаюсь к образу одного и второго дедушки. И это дает мне восстановить баланс. Чем ты гордишься больше всего из той работы, которую ты успела сделать? Что еще не удалось и какие у тебя планы на ближайший год? Сколько вообще ты готова работать в этом режиме и готова отстаивать то, во что ты веришь? Столько, сколько потребуется. Всю жизнь? Если потребуется всю жизнь, то всю жизнь. Я считаю, что опять же, если ты взял на себя ответственность, то ты должен идти до конца. Это не история про то, что ой, мне надоело, я устала, у меня плохое настроение. Нет. Если у тебя плохое настроение, то не надо этим заниматься. Если ты сломала ноготь или сделал неудачный маникюр, и у тебя опять от этого испортилось настроение, то опять же, не надо этим заниматься. ты изначально должен понимать, что ты берешь на себя ношу и будешь ее нести. Что касается того, чем я горжусь? Я горжусь тем, что голос бурят, который против войны, стал слышен. Для меня это было очень важно, потому что поначалу пропаганда, как я уже сказала, очень активно продвигала нарратив о боевых бурятах Путина. И мне хотелось, чтобы мир узнал о том, что есть все буряты, которые против войны и которые против политики Владимира Путина. И мы видели публикации о нас и в Лимонде, и в Washington Post, и в Guardian, и в The Telegraph, и очень много мировых медиа пишут про движение буряты против войны, про наш фонд. Это важно, потому что я всегда думаю о последующих поколениях бурят, которые родятся, и они еще ничего никому не сделали, а у них уже будет такая плохая репутация. Мне этого категорически не хочется. Когда я слышала о том, что все буряты, они там страшные, ужасные, жестокие, я всегда чувствовала, что мне хотят сказать, что мой дедушка был страшным, ужасным и жестоким. Я с этим никогда не соглашусь. И, естественно, во многом моя мотивация, она была связана с образом дедушки. Также мне было оскорбительно слышать о том, что буряты все необразованные, потому что еще в советские годы буряты всегда входили в пятерку самых образованных народов. Как раз это абсолютно несправедливое замечание относительно того, что буряты какие-то неполноценные. Но также я свою задачу все-таки вижу в том, чтобы объединять, как я и сказала, разные народы. потому что я понимаю боль этнических меньшинств о расизме, когда они говорят, с которым сталкивались, о сложностях историческом процессе. Но также я понимаю часто, о чем говорят например, либералы из Москвы, из Петербурга. И я понимаю, что часто их понимают неправильно, эту автологию. То есть они не включают в этом какой-то особый смысл. Они произнесли какую-то фразу, они ничего плохого не имели в виду, но их услышали не так. Это все связано с излишней централизацией страны. Это связано с тем, что фактически на этой одной шестой суше очень много территорий с разным менталитетом, с разным звучанием, с разными де-факто русскими языками. И я хочу, чтобы люди стали друг друга слышать, стали друг друга уважать. И глобально я в этом вижу свою задачу. И когда мне один парень, который сам себя называет татарским националистом, сказал, что я никак не могу понять, что в твоем голосе не так, что оно откликается мне, но не до конца откликается. Я ему сказала, потому что я говорю не как представитель ethnic minorities бурятского народа. Я говорю как посланник миров, потому что я хочу, чтобы люди научились друг друга принимать разными. И войны бы, опять же, с Украиной не случилось, если бы люди умели друг друга ценить, уважать и слышать самое главное. Поэтому, опять же, возвращаясь к началу, когда ты меня спрашивала, почему так много разных людей в моей жизни и как я с ними взаимодействовала, потому что я их слушала. И часто за фольгой скрывается совершенно другое. И мне хочется, чтобы люди раскрыли эти обёртки и увидели друг друга такими, какие они есть. Последний, наверное, вопрос про ответственность. Ответственность — это же очень сложно на самом деле. Это может быть интересно, это признак взросления и признак зрелости, но тем не менее никто с этой ответственностью не рождается, это всегда выбор человека. В какой момент ты сделала для себя такой выбор, что вот на тебя огромная ответственность, и ты не собираешься от неё отказываться? Ведь можно жить без этого. Так жить гораздо легче, наверное, гораздо приятнее, будет много свободного времени, чтобы заниматься всякими приятными вещами. Зачем тебе всё это? Я думаю, здесь главный принцип «не могу молчать». «Тиграм мясо не докладывают». Я не могу иначе. Я не думала даже о том, что можно сесть и подумать, зачем мне эта ответственность. Нет, ты делаешь то, во что ты веришь. И ты понимаешь, что иначе ты не можешь. И только спустя время ты осознаёшь, что если бы мы тогда не начали это движение «Буряты против войны», не создали бы фонд, то сегодня «Бурят» по-прежнему бы называли боевыми «Бурятами Путина». А сейчас мы практически этого нигде не видим. К этому стали очень осторожно относиться, потому что есть разные «Буряты». Есть и те, которые, к сожалению, к большому нашему сожалению, участвуют в этой войне, но есть очень большое количество «Бурят», которые категорически против этой войны. И я была горда, когда разговаривала с Гошей Нурмановым из организации «Russians for Ukraine», которая помогает на границе украинско-польской беженцам, и он сказал, что среди волонтёров очень много «Бурят». И я подумала, как это здорово, что «Буряты» включаются не только словом, но и делом в антивоенную деятельность. Поэтому я бы хотела, чтобы буряты осознали, что быть бурятом так же классно, как и быть любым другим представителем этноса. И чтобы все народы это осознали. То есть они не считали бы, что я бурят, значит, я классный, а ты грузинка, значит, ты не классный. Нет, это было такое отношение «Я бурят, и я классный, и ты грузинка, это тоже классно». Вот мне бы хотелось, чтобы люди научились к этому относиться так. И для меня все равно было очень важно, что очень много девочек, это вот немножко девчачья тема, буряток, например, начинают стыдиться своей азиатской внешности, когда очень активно это высказывается. Ой, там всякие блогерши, инфлюенсеры пишут, «Я сегодня проснулась после какой-нибудь процедуры, выгляжу как будто покусанная пчелами, и сегодня я вылитая бурятка». Ну, есть такие блогеры, которые подобное себе позволяют. И это конструирует очень большое количество комплексов у тех же девочек, буряток. Я считаю, что это очень важно им донести, что буряткой быть классно, у бурятки все в порядке. Есть такая фраза. И тувинкой быть классной, и представитель народа Саха быть классной, и русской быть классной. Всеми быть классной, если ты хороший человек. А вот если ты Путин, то не классно. На этом бы и закончить, но хочу еще один последний вопрос спросить. Как тебе кажется, реально вообще добиться вот этих целей? Звучит очень, очень грандиозно. Мы можем начать, как минимум, и должны начать. Если бы я не верила в то, что это все возможно, я бы не начинала. Я в это верю. И я верю, что как бы страшно это не звучало, но эта чудовищная война в Украине, она способствует тому, что Россия уже не будет прежней. Я в это абсолютно точно верю, что фактически украинский вопрос, он изменит Россию. Это мы уже сейчас наблюдаем. Такое количество этнических движений было создано, на которые даже обратил внимание Владимир Путин. Это все случилось благодаря во многом украинцам. И поэтому я благодарна украинцам, которые давали нам очень много эфирного времени, особенно на первых порах, когда мы говорили о том, что это война имперская, о том, что это ксенофобское отношение к Украине. Поэтому я уверена, что эта война изменит Россию. И мы должны хотя бы начать. Потому что если мы сядем и скажем, что ой, ничего не получится, зачем? Это так и будет продолжаться. Я считаю, что наша задача сделать так, чтобы Россия вышла из заколдованного круга. Беда России в том, что она все время ходит по кругу, она возвращается к одному и тому же. Мы читаем у себя в фонде довольно много книг, в том числе по истории Бурятии. и, конечно, нам немного странно и интересно читать о том, что буряты в начале XX века, точно как мы сегодня, дискутировали, спорили, и что была партия, по-моему, прогрессивные буряты, и, в общем-то, активно также они пытались продвигать эту повестку. Но я в России все время все повторяется. Я не знаю, почему мы не можем выйти на дорожку для спринтерского забега. У нас, мне кажется, что дорожка для марафонцев, у которых не обозначено, сколько они должны пробежать. Пока не упадут. Мне очень понравилась фраза «хотя бы начать». Заставляет о многом задуматься. Спасибо тебе огромное за этот разговор, Саша Громожапова, была гостем нашей, была гостьем моего YouTube-канала. Спасибо тебе огромное еще раз, и удачи, и до встречи. И до встречи. Приезжай в Фрагу. Спасибо большое всем, кто посмотрел это видео. Мне кажется, было сказано очень много важного, так что, если вы распространите это видео, расскажете о нем своим родным, друзьям, близким и знакомым, мне кажется, будет очень здорово. Всем еще раз большое спасибо, до скорой встречи, всего доброго и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.